Добрый день, коллеги! Я не ошиблась, что так сказала. Я так понимаю, единственное, кто ветрачи, работают ближе всех, наверное, с вами. Все вы тут, я понимаю, выращиваете скот больше всего от корма, чем воспроизводство, точнее маточная стата. Поэтому только ветрачи, наверное, знают ваших животных в лицо, если вы их туда пускаете. Если, конечно, не пускаете, то они их не видят. Работать с препаратами, сказать, что мы сильно потрясены тем, что ушли западные производители, не могу сказать, ну хотя вред они нам нанесли, в том, что многих препаратов мы не можем заменить. А так, в основном, на хозяйствах своего района могу сказать, что мы работаем больше всего с препаратами белорусскими, отечественными. Даже когда у нас был, помните, надулярный дерматит, мы как-то вылезли даже на своих препаратах. Никто не отменял цифоспориновый ряд, который есть в медицинских аптеках, не токсы наши. Я же говорю, сейчас очень много тетрациклинового ряда делает Беларусь, много антибиотиков, которые можно заменить импортные. Но при покупке, конечно, я вам рекомендовала, потому что приобретаете вы их сами, без государственной ветеринарной службы. Смотрите внимательно. Есть сайты в интернете Русельхознадзора, где постоянно печатаются, какие можно приобретать, какие прошли испытания, какие не прошли препараты. Смотрите, приобретайте на базах, которые вы знаете, в больших аптеках, которые могут дать вам сертификат, могут дать вам протокол испытания даже этих препаратов. Требуйте вам все это, должны предоставлять. А не покупайте в таких наших аптечках, где вроде бы торгуют кормами, а из-под полы, пожалуйста, все, что хотите. Когда подходит Людмила Викторовна в своем районе, они сразу быстренько прячут, потому что я очень за это ругаюсь. Они не имеют права это делать. И не берите. У нас сейчас много осталось импортных препаратов, у которых прошел срок годности. Но они подтирают, затирают, в коробочку ставят, выберете, естественно, лечите, эффекта нет. Часто они бренды, вот эти, которые зарекомендовали себя хорошо, эти подделывают. Также у нас сейчас почему-то открыта где-то грозница, не знаю, в Грузии, и оттуда везут препараты. Но я так думаю, это тоже в большинстве случаев какие-то фальсификаты. А там, не знаю, не пробовала, не пыталась ими использовать. Но, как я всегда в районе говорю, знаете, лечить можно все и всех. Но зачем? Если вы, животных, будете соблюдать три правила. Это содержание, которое вы часто не соблюдаете, содержится по самому, не хочу, грязюки и так далее и тому подобное. Сбалансированное кормление. И, конечно, профилактические ветеринарные мероприятия. В чем они заключаются? Заключаются они в вакцинации. У нас в области проводится всего-навсего четыре вакцинации, которые нужно делать. Это сибирская язва с МКРом, это бешенство, это ящуры, теперь надулярный дерматит, с которым мы столкнулись. Если это все делать, проводить дезинфекцию и закрывать свое предприятие в виде закрытого предприятия, я понимаю, это не может быть всегда, потому что вы пасете, но посторонних не пускать. Лечить животных будем очень реже и, наверное, заболеваемости где-то уйдет процентов на 80, чтобы никто ничего не заносил. Те люди, которые у вас работают, должны проходить через санпропускники, чего тоже у нас нигде нет. У нас нет врачей производственных, поэтому государственная ветеринарная служба работает в данном кооперативе. Мы проводим все вакцинации, мы проводим все, но кроме лечения лечат они, сами не знаю, кого они нанимают. Ну, кадровый голод, я понимаю, я наседаю на них, я заставляю искать себя врача-производственника, но их нет. Поэтому приходится работать нам самим. Ну, так, что вам еще сказать? Ну, конечно же, у нас есть маточное стадо, поэтому мы еще и работаем противовирусными вакцинами, которые приводят тоже сами хозяйствующие субъекты. Смотрите тоже внимательно. Сейчас наши есть белорусские производители, российские производители. Они трехвалентные, четырехвалентные. Они бьют и инотрахиты, и пастрелезы. Применяйте обязательно, потому что вы везли скот уже отовсюду. Из Белгорода, из Воронежа, из Краснодарского края. Вирусы там всегда были. У нас раньше не было вирусных заболеваний. Сейчас они везде, и от них мы никуда не денемся. Так что их нужно прививать и пользоваться ими. Немножко, если можно, я отвлекусь от препаратов и скажу два слова по новому приказу маркирования. Я вроде бы встречаюсь со своими, со всеми, но здесь же не все мои ИПшки все. Вступил новый закон, это 822-й приказ, точнее закон, приказ Минсельхоза о маркировании животных и учете. С 3 ноября 2023 года. И все почему-то ждут конца 2024. Вы как предприятие, как ИП, должны уже начинать маркировать своих животных. Но те, которые занимаются только откормом и покупают животных уже 180 кг, я понимаю, что вы должны их приобретать уже с уникальными номерами, федеральными. А те, которые получают телят или берут телят маленького возраста, вы должны обязательно промаркировать. Уникальные номера дает Россельхознадзор. Вы можете сами обратиться, и вам выделят эти номера, но бирки заказывать вы будете сами. Вы можете обратиться в ветеринарное учреждение государственное, написать заявочку. У меня есть 100 голов, мне нужно их промаркировать. Пожалуйста, приобретите для нас бирки. Мы заказываем номера точно так же в Россельхознадзоре, заказываем бирки, и это будет дело платное. Вообще номера бесплатные, платится только за бирку. Потому что за бирку бирка заказывается на производстве. Вы можете сами заказывать и не заморачивать, искать где дешевле и где дороже. Пожалуйста, не ждите конца 2024 года, это касается КРС. Особенно хозяйство дневное, вам нужно их промаркировать. Эти данные вносятся ни в одну программу Меркурий. У нас в Ростовской области работает программа ВетЗОО, которая синхронизируется с Хариотом. Мы вот столкнулись вчера по агропарку. Очень тяжело, очень тяжело. И невозможно сделать. Поэтому нужны уникальные номера. Производственные уже трудно проходят по программе. Вот что я хотела сказать. Есть вопросы, задавайте. Спасибо. Друзья, Людмила Викторовна, у меня вопросы есть. Пожалуйста, Алексей Вячеславович. Ну, может быть, вопрос не персональный к вам, но, тем не менее. Тут последние полтора года закупаем педиатр, и у них у всех буквально вирусная болезнь на лёгкость. Если мы его не провакцинировали, буквально через месяц сыпется к это голове. Что это и откуда оно? Ну, быстрее... Открывайте вот этот вирус на лёгкость, так он действует стремительно и быстро. Ну, я не видела ваше поголовье, ответить не могу. Но мы сталкивались с этим в агропарке. Это было года четыре назад. Было такое. У них, извините, начинается течь с носа. Они кашляют, они чихают. Вот начинается даже хромота, да, и они в конце концов... Поэтому, как только приобретаете, сажаете сразу на вакцины. Или вам нужно будет брать противовирусные оральные антибиотикосодержащие вещества и прокармливать их, и пропать. Но вам легче сразу привить их. И то, что слабое, оно будет, может, приболеет, может, полечите. Но в основном они все отходят нормально. Ну, мы как все сразу прививали. Сразу прививаете, и всё. Лечить это очень дорого. Если начать пролечить потом, ну, я же говорю, мы тоже сажаем сразу на вакцину. Это быстрее всего вирусный ринотрохеид. Но надо, мы так и никогда не отобрали, не бросили бронхопневмонии, ринотрохеид, она всё идёт. Даже парагриппы туда высевали, было. Поэтому прививайте. Мы даже закупаем сейчас в Южном Молоке телят пятидневных. Мы держим их два дня, не даём больше. Хотя нельзя. И сажаем на вакцину. Хотя им надо бы адаптироваться. Но если мы даём им две недели адаптироваться, они начинают сыпаться. Поэтому... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!